Итоги работы некоммерческих организаций в Шарыпово. Какие проекты реализовали активисты в прошлом году? У нас там стоит пулемет, различные каски тех времен и так далее. Также мы сделали стенды с фотографиями ветеранов с нашего города и нашего района. В поселке Стрелка открылся новый физкультурно-оздоровительный клуб. Какие возможности стали доступны для лесосибирцев? Все уже хотят здесь заниматься, очень много желающих, как детей, так и взрослых. Герой сказок и символ 2020 года. В Зеленогорске впервые прошел фестиваль ледяных фигур. Лед очень сложная тема, в принципе, материал, вернее, очень сложный. Поэтому мы решили, что что душе угодно, то и вырезаем. Лишь бы семьей, лишь бы дружно. В прошлом году из бюджета Шарыпово на грантовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций выделили 500 тысяч рублей. Грамотно оформлять заявки общественникам помогал созданный администрацией города ресурсный центр поддержки общественных инициатив, работающий на базе молодежного центра. Все 13 проектов успешно реализованы. Один из них могут видеть жители и гости первого микрорайона. Лучшие рисунки юных художников из детской школы искусств украсили стеллу рядом с фонтаном. В этом году организаторы хотят вновь принять участие в конкурсе и разместить на стеле рисунки, посвященные юбилею Победы. Глава города Наталья Петровская отметила, что результаты общественных инициатив положили начало большому пути в каждом из выбранных направлений. Мне кажется, эффективно потрачено следствия с точки зрения достигнутого социального эффекта и количества благополучателей. То, собственно, к чему мы и стремились. Плюс еще вот такой интересный объект в городе теперь с рисунками детей, что тоже радует. Спасибо. Спасибо. Финансовую поддержку в виде грантов получили разные идеи. Например, проект «Лошадь, друг и целитель». На финансирование из городского бюджета оборудован открытый манеж для занятий ипотерапии для детей с ограничениями здоровья. Родители ребят, которые посещали такие занятия, отметили улучшение состояния юных всадников. Проект «Островок моей мечты» позволил расчистить и благоустроить мини-сквер у Дома культуры в поселке Дубинино. В городском краеведческом музее на средства гранта улучшили экспозицию зала боевой славы. Мы сделали диораму окопа. Получается, какая-то 3D-панорама именно окоп. Там будет у нас лежать человек, воевавший. Также у нас там стоит пулемет, различные каски тех времен и так далее. Также мы сделали стенды с фотографиями ветеранов с нашего города и нашего района. Также благодаря городскому гранту в 2019 году регулярно организовывали праздники для малышей из детского дома и малообеспеченных семей. И, конечно, стали уже традиционными военно-патриотические игры «Сибирский щит» и обучение любителей игры в КВН. Активисты получили благодарность за работу и уже приступили к созданию новых, не менее интересных проектов. Шушенские школьники познакомились с бытом сибирских крестьян. Для них в рамках проекта «Юный атаманец» организовали экскурсию в этнографический музей-заповедник. Пришла в Казачество, заинтересовалась этим. Интересно было и тренировки. Я в основном коммерцией занимаюсь, то есть с документами работаю. Участники экскурсии осмотрели все самые интересные объекты музея. Дома и дворы бедняков и зажиточных крестьян, ленинские квартиры, магазин, волосное правление. Смотрите, есть и Казанцева, и Козлова. Нижняя Коя выше. Все делали своими руками, появились гаджеты, сами все делают за людей. Ну что люди ленивые стали. 21 век на дворе. Проект «Юный атаманец» направлен на создание условий для патриотического, физического и духовного развития молодежи. Я считаю, кто не знает свою историю, историю земли, по которой ходим, историю своей семьи, своего рода, у этого человека нет будущего. Поэтому у нас здесь как раз есть кадеты, которые от шести, ну и старших лет, которые занимаются, впитывают эту культуру, казачью культуру. Это потомки, потомки Ермакага. Авторы проекта хотят донести до молодежи, что история казачества с ее героическими примерами является наглядным образцом подвига предков. Впереди еще много познавательных экскурсий. Всего участниками проекта станут около 500 человек. Ребятам расскажут о знаменательных событиях истории Отечества, освоении Сибири и о жизни потомственных казаков. В Крастерском крае зафиксировали первые в этом году случаи заболевания вирусом гриппа. Чаще всего инфекцию подхватывают дети. Однако в целом, по данным Роспотребнадзора, в крае ситуация спокойная. В первую неделю января во всем регионе зарегистрировали чуть больше 4,5 тысяч инфицированных. Это всего 17 случаев на 10 тысяч населения. Для такой теплой зимы и неожиданных скачков температуры показатель очень хороший, говорят специалисты. Однако уже к концу января, началу февраля число резко возрастет, прогнозируют в Роспотребнадзоре. Это так называемая сезонная заболеваемость. При первых симптомах недомогания, а это повышенная температура, кашель и насморк, медики советуют обратиться к врачу. На севере края разрешили отстрел волков. Такие меры необходимы, чтобы отрегулировать численность хищников. Согласно документу, требуется отстрелить и отловить больше двух тысяч особей. Делать это можно с помощью ружей, капканов и петель. Но только на территории Венкийского муниципального района. Охота на хищников также разрешена на территории заказников в Валахтинском районе. Новый физкультурно-оздоровительный клуб по месту жительства Ангара открылся в поселке Стрелка. Раньше спортсмены занимались в здании бывшего родильного отделения, построенного еще в 50-е годы. Сейчас в распоряжении ребят большой комплекс, площадью в 600 квадратных метров. В нем разместили универсальный спортивный зал, тренажерный и фитнес-залы, удобные раздевалки, санузлы, душевые и технические помещения. Основной зал оборудован мобильными борцовскими матами, что позволяет использовать это помещение для игровых видов спорта и различных видов единоборств. На открытие комплекса приехала заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края Светлана Сидельникова. Она отметила, что не каждая территория может похвастать таким объектом. Это чудо. Вот то, что сегодня происходит, это чудо. Потому что далеко не в каждом пунктом населённом группе. Много тысячи кладёвого края есть такие люди, которые способны построить и подарить любимому родному посёлку вот это здание. Здание, где вы будете расти в ваше достижение. Но для которого мы уверены, что после солнца мобильного девочек вы бросаете не только стрелы на всю Россию, но и на весь мир. В новом спортивном комплексе с населением посёлка будут работать инструкторы по таким направлениям, как фитнес, пауэрлифтинг, настольный теннис, волейбол, шашки, шахматы, единоборство, адаптивный спорт. Это очень значимое событие в нашем посёлке. Мы его ждали уже давно. Все уже хотят здесь заниматься. Очень много желающих, как детей, так и взрослых. Группы 18+, у нас женщины ходят. Женщины ходят 50+. Здесь оздоравливаются, здесь занимаются. Я рад полностью, что это комплекс, так как он более широкий, просторный и уютный. Также стало хорошо бороться на коврах, так как в том зале у нас не было ковра. И когда делаешь всякие приёмы, о стенке не страшно ударяться. Классно, что есть тренажёр на забу, всё время туда ходить и поддерживать свою форму. ФОК рассчитан на 150 человек. Теперь в посёлке Стрелка силами сотрудников физкультурно-оздоровительного комплекса начинается формирование тренда на здоровый образ жизни при общении к занятиям физкультурой и спортом детей, молодёжи, взрослого населения и пенсионеров. В Селеногорске впервые прошёл фестиваль ледяных фигур. Это своеобразное продолжение всем полюбившегося парада снеговиков. Команды-участники собрались в литературном сквере за городской библиотекой. Чтобы создать ледяную сказку, организаторы привезли сюда более шести тонн льда. Конкретной тематикой ограничивать полёт фантазии художников не стали. Лёд очень сложная тема. В принципе, материал, вернее, очень сложный. Поэтому решили, что душе угодно, то и вырезаем. Лишь бы семьёй, лишь бы дружно. Очень надеялись на хорошую погоду. И вот, собственно, она случилась. Работали участники под чутким руководством художников-профессионалов из Красноярска. Наставники не только подсказывали, где что подправить, но и брались за грубую первичную обработку льда. Это лишнее отсекание, которое не нужно в эскизе. Грубая обработка, а потом уже прорезовка, прорисовка, все остальное. Давайте чёрным сначала, чтобы резчики. Обозначайте, что сказать. Ну, ещё вот здесь, когда нужно чёрным провести. Ну, давайте. Труд зарядил положительными эмоциями участников команд. И в своих силах, кажется, никто не сомневался. Даже если эскиз нарисовали непростой. Мы просто первый раз, мы даже никогда с этим не сталкивались. Вы думаете, получится всё? А, всё получится. Если кусок отвалится, мы лёд и прилепим обратно. Поэтому всё будет классно. Организаторам спасибо. Пока команды старательно вырезали из льда хрустальные шедевры, гостей фестиваля развлекали аниматоры. Я участвовала, раскрашивала горку, угадывала мультик, выиграла браслетик и вальчики тёплые. Поздравляю с наступившим Новым Годом! Настоящим подарком зеленогорцам стало выступление музыкальной группы «Сидней» из Красноярска. Пока шёл концерт, жюри оценивали ледяные скульптуры. Критериев было несколько. Аккуратность, сложность, оригинальность композиции, её завершённость и презентация. Всем участникам вручили дипломы и памятные призы. Просто фонтан эмоций. Не ожидали, что это так круто, весело. И первый раз в жизни взялись за инструменты для льда. Решили попробовать и всё получилось. Всё круто! Ура!